Всем привет дорогие друзья, меня зовут Игорь и сегодня я хотел бы вам рассказать, почему меня так долго не было, где я отсутствовал практически полтора месяца, какие новости у нас в жизни и сфере моноколес, какие новинки у нас вышли, как обезопасить и утеплить себя на зиму, а также еще кое-что интересное. Поехали! Друзья, мое отсутствие было вызвано тем, что я к сожалению заболел, как большинство людей, сейчас эпидемия, сейчас очень сложно и для меня болезнь протекала очень в суровом виде, я лежал в больнице 2 недели, 40% поражения легких, это очень неприятно, это очень тяжело и я вам скажу так, что до сих пор у меня есть последствия после этого, я не могу много пройти, не могу активно бегать, потому что у меня появляется отдышка и я очень сильно устаю, но восстановлюсь просто не так, как хотелось бы быстро, это все со временем и я думаю, что все будет хорошо, скинул 13 килограмм во всем плохом, надо находить что-то хорошее, поэтому не болейте, носите маски, мойте обязательно руки, хотя мне кажется, что все равно каждый из нас рано или поздно переболеет, просто у кого-то это проходит легко, у кого-то это проходит, ну к сожалению, как у меня, либо не дай бог с летальным исходом, я насмотрелся в больнице очень много ужасов, ни в коем случае не пугаю, просто ну уж так как есть, ребят. Восстанавливаюсь я уже около трех недель, по чуть-чуть каждый день начал проходить расстояние, сначала по 100 метров, потом по 200 метров, потом и километр смог пройти без отдыха. Хочу рассказать свои ощущения, когда я встал на моноколесо, очень долго времени, я лежал в больнице, я постоянно думал о моноколесе, то есть это реально какой-то фанатик. Когда я встал на моноколесо, это было что-то с чем-то, ребят, я всем говорил, что чем больше катаешься на моноколесе, тем больше тебе хочется, но чем больше ты не катаешься на моноколесе, тем еще больше тебе хочется ездить, Потому что как только ты первый раз встал на моноколесо, у тебя такие ощущения, такие эмоции Вау, ты просто опять паришь над землей, ты едешь, что со мной, что с моим телом Вспомнил достаточно быстро Сейчас я уже комбинирую, конечно, ходьба и моноколесо Но эти эмоции, вот эта вот вся ситуация, она только подкрепила мои слова О которых я рассказывал, что моноколесо это наркотик И действительно на нем хочется ездить все чаще и чаще За эти полтора месяца произошло кое-что Именно вышла новая модель моноколеса Commander, которая чем-то напоминает Шермана Попозже мы сделаем на него обзор Но главная новость, ребята, это то, что у нас в эту неделю будет проходить черная пятница Начиная с понедельника по воскресенье Будут огромные скидки на продукцию моноколес InMotion, а также Big God Я также еще в телеграм-канале в нашей группе моноколесников EmacBuy опубликую модели, на которые будет распространяться скидка в черную пятницу Поэтому не продевайте возможность купить моноколесо со скидкой Да, и также не забудем про электросамокаты Тоже на некоторые позиции электросамокатов у нас будет черную пятницу скидки Ребят, время летит очень быстро И я уже не успел моргнуть, как заканчивается осень Осень заканчивается и начинается зима А вообще уже скоро Новый год У меня ребенок, двое детей ждут Папа, когда мы будем ставить елку У нас традиция, елку мы ставим 1 декабря Соответственно, зимой у нас всегда холодно Не забываем подготавливать моноколеса к зиме Делаем гидроизоляцию Те, кто еще не успел сделать А у кого есть гидроизоляция Или делали гидроизоляцию 2 года назад Надо сделать регидроизоляцию То есть разобрать моноколесо Почистить, проверить его, сделать ТО И сделать новую гидроизоляцию Для того, чтобы вы ездили и были уверены в своем девайсе Использовать меры предосторожности по управлению моноколесом зимой Никаких больших скоростей, никаких резких маневров Соблюдаем технику безопасности Правила дорожного и пешеходного движения Это по умолчанию уже для всех должно быть Потому что вы у нас все молодцы Мы доказали это моим позапрошным роликом Я рассказывал, что нас уважают много сообществ Различных велосипедных, электросамокатчиковских Или как их правильно назвать Также мы не забываем тепло одеваться Кстати, мой друг недавно начал шить одежду Беларусь, и причем неплохую Горнолыжка Я считаю, что горнолыжка подходит Как нельзя лучше для использования При катаниях на электросамокатах и моноколесах зимой Потому что она, во-первых, не продувается Во-вторых, не промокает И в ней тепло Вот сейчас будут кадры Парни занимаются качественным пошивом одежды Вплоть до того, чтобы можно пошить ее на заказ Снять ваши размеры Также есть много в наличии Есть штаны, есть байки Есть куртки, разные расцветки Короче, можно через меня Как-то недорого взять у этих парней эту одежду И я сам ношу куртку Вот, катаюсь в ней Она мне показалась очень удобной И действительно, мне нравится Что наше белорусское производство Начинает выходить на новый уровень Потому что до этого я все белорусское не очень сильно любил Как бы, каким бы я патриотом не был Ну, тоже не умеют делать Ну, что здесь делаешь? Вот, а здесь, ну, как бы, парни молодцы И в конце хотелось бы сказать традиционно Огромное спасибо за просмотр данного видео Спасибо, что вы остаетесь с нами Спасибо, что вы постоянно ставите лайки Оставляете комментарии Впереди, как всегда, много всего интересного А пока что берегите себя Не болейте И всем пока! Спасибо за просмотр!